Ну что ж, еще раз добрый день, извините уж, да, уважаемые мои слушатели, да, несколько раз в день я вынужден с вами здороваться, ничего в этом плохого нет, я считаю, здоровее будем, поэтому еще раз добрый день, мы продолжаем бизнес-канал на Финам.ФМ, сейчас время бизнес-класса программы, в рамках которой мы беседуем с успешными российскими бизнесменами и задаем им множество всяких вопросов, интересующих нас. Естественно, главный вопрос, как стать таким успешным? Еще раз напомню, что тема сегодняшней программы, сегмент фаст-кажел, да, в России, кафе быстрого обслуживания, и в гостях у меня Владимир Райх, управляющий партнер компании Тутти Фрутти Фрозен Йогурт. Добрый день, Владимир. Добрый. Уважаемые слушатели, для вас я напомню, телефон студии 6510996, код Москвы 495, сайт компании финам.фм, звоните, пишите, задавайте свои вопросы Владимиру, он наверняка на них нам ответит. Постараюсь. Обязательно. Ну что ж, давайте начнем, пожалуйста, первый наш вопрос традиционный, да, Владимир, как, собственно, пришла идея заняться именно этим бизнесом в сфере продуктов питания? Ну, знаете, она мне не приходила в голову, она пришла в голову моей жене, я повиновался, надо сказать. Ну, если серьезно, то мы хотели, скорее, я хотел заняться чем-то новым, я смотрел на какой-то розничный бизнес, мне хотелось попробовать совсем что-то новое. А что-то новое вы до этого чем-то занимались тоже? Я занимался разными направлениями бизнеса, это было связано и с хай-теком, и с разработками современных технологий, это было связано и со строительством, но в основном это был, так сказать, B2B бизнес, и мне хотелось действительно попробовать что-то новое. И казалось, что розница это именно то, на что стоит обратить внимание. Но, естественно, это сложный бизнес, это бизнес, в котором мы ничего не понимали, ни я, ни моя жена, особенно я... Хорошо, а у супруги откуда идея такая возникла? А мы гуляли как-то в Америке, в одном торговом центре, и стояла милая девушка с подносиком маленьких чашечек, потом, по-моему, выяснили, это были пробники, попробовали по одной, это был тот самый называемый фрозен йогурт, или как мы его называем теперь йогурт мороженое, и нам понравилось. Мы зашли, мы зашли, попробовали, на следующий день мы пришли еще раз, на следующий день еще раз. И уже вернувшись в Москву, собственно, даже, опять же, не задумывались, оказалось, это кафе, это ресторан, это сложный бизнес, но где-то пару лет назад это началось, мы едем опять как-то на машине, каждый по своим делам, мы вместе, и мы видим... Теперь уже по Москве. И уже по Москве, да, еще какое-то кафе открылось, и мы заметили, что как-то кафе стало открываться гораздо больше и больше, и мы подумали, ну мы же не глупее, мы тоже можем что-то такое сделать. И тут, например, Иоанна сказала, давайте тути-фрути откроем, ну вот к этому и пришло, что начали действительно разбираться, и все оказалось не так страшно. Вот это, кстати, очень важная тема, потому что, еще раз повторю, представители бизнеса, которые в этой студии оказываются, как правило, это малый и средний бизнес, а с этим, как показывает практика, огромное количество проблем именно в России. Наверняка, может быть, в Америке их меньше, но мы-то с вами живем и работаем в России, слава богу. Возвращаясь к идее, все-таки сам продукт, да, каким-то образом повлиял на ваше решение, то есть он был каким-то таким оригинальным, неожиданным, ну или его не было в России до этого, да? Мы потом выяснили, что он был... Вот этот йогурт-мороженое. Этого конкретно не было бренда, этого не было конкретно этого йогурта, что оказалось потом важно, потому что я вот сейчас как раз вернулся из Америки, где попробовал целый ряд других йогуртов еще раз, и я понял, что если бы мы наткнулись на плохой продукт, некачественно сделанный, или плохую сеть, или просто вот не то, мы бы развернулись, и ничего бы у нас нет, наша жизнь бы кардинально так не изменилась. Это был случай. Вот, вот, это да, это дело случая, представляете, да, как многое зависит от этого самого... Вот действительно, потому, да, это конкретно один человек, который управляет своим кафе в Аризоне, и я, надо сказать, вот после этой поездки я понял, что я ему очень благодарен. А вы, кстати, поддерживаете отношения, каким-то образом опытом обмениваетесь с ним, нет? Не совсем, я бы сказал, времени, наверное, нет, я пытаюсь обмениваться опытом с некоторыми другими... Американскими же? Да, американскими франшизами, даже с корпоративным офисом, поскольку имея, в общем-то, как некий инженерный такой бэкграунд, и имея хорошую инженерную базу в компании, мы лучше, я считаю, делаем йогурт, чем они. Могу даже так сказать, потому что мы знаем, как ведут себя машины, мы знаем, как их правильно настроить, то, что, в общем-то, коммерсанты... Машины поподробнее, какие машины ведут себя? Те, что делают? Те, что делают йогурт. Мы не делаем его чисто сами руками, машина его, мы делаем, приготовляем йогурт, этот йогурт мы заливаем в специальную машину, которую приготовили, и что она, в общем-то, наверное, делает? Она его замораживает, взбивает воздухом и замораживает. То есть там она очень... этот продукт очень воздушный, веселый. Вы сказали, вы знаете, да, что делают ваши машины, а ваши коллеги за рубежом этого не знают или они не сильно заморачиваются? Они не вдаются в подробности. Знаете, как в Америке, в общем-то, инженерное образование не такое сильное как-то, в общем-то, наше советское. Ну, советское все же не российское, да? Ну, я, что касается меня, к сожалению. К сожалению, по поводу чего я не... Только по поводу возраста. Я понял. Но что касается инженерного образования, в общем-то, мы можем помочь в этом, да? То есть мы больше разбираемся, нам приходится как-то решать эти проблемы самим, а они набирают телефон, звонят в соседнюю компанию, соседняя компания чинит, но не объясняет, почему сломалась. Вот так. А, кстати, очень интересно, с точки зрения вот результативности бизнеса, как правильно, на ваш взгляд, ну или как эффективнее действовать, самому вникать во все подробности этой самой машины? Или вот так вот позвонить знающим людям? Или как у меня знакомые говорят, позвонить специально обученному человеку, он приедет, все сделает и, собственно, все будет готово. Как лучше, на ваш взгляд? Ну, вообще, с точки зрения, это подпадает, в общем-то, под зону моей ответственности, зона управления бизнесом, управлять, а я считаю, что это значит ничего не делать, но при этом во всем разбираться и все видеть, да? Я должен это видеть, я должен это понимать. Да, я понимаю, у меня есть... Ну, Владимир, согласись, если у вас не было вот этого замечательного фундаментального инженерного образования, да, полученного еще в Советском Союзе, может быть, вряд ли вы бы так уж глубоко в это дело вникали? Может быть, вряд ли, но я бы постарался, потому что у меня не было финансового образования, его пришлось в какой-то мере получать, с этим тоже надо разбираться. Конечно. И управление персоналом, что не так легко, с этим мы тоже разбираемся, мы сейчас как раз рассматриваем возможности привлечения какой-то дополнительной помощи в виде тренинга. Потому что управление линейным, так сказать, персоналом, оно достаточно сложное, все ребята хорошие, но все ребята разные, и к каждому нужен свой подход. Все ребята хорошие, но это не профессия, да, как говорят? Да, просто за хорошее деньги не платят. Совершенно верно. Кстати, насколько я понимаю, по франшизе, да, этот бизнес у вас существует в России? Мы приобрели мастер франшизы на Россию, действительно, и это своя история, что мы хотели не покупать франшизу. Но я всем советую обратить внимание именно на франшизы, это дешевле. Вот, кстати, если можно, мы об этом чуть подробнее поговорим, потому что, действительно, очень часто бизнесмен перед выбором, да, оказывается, действительно, пойти на франчайзинг, либо самому все это дело, ну, зато свое, зато родное. Да. Вот у вас, да, есть уже наработанный опыт, что называется, и какие-то рекомендации вы сможете озвучить? Есть, наверное, отрасли, в которых можно создавать что-то свое, но в нашей области и во многих других областях, особенно в области питания, невысокого, то, что является невысокого качества, то есть это может быть фастфуд или фасткэжуал, если нет большого профессионализма, то, безусловно, надо покупать франшизу. Ну, в том плане, что лучше не связываться, да? Это не то, что не связываться, все, это именно вот, это дороже выйдет. Да. Франшиза дешевле, да, за нее надо изначально заплатить и платить, в общем-то, за использование бренда, как правило, но это получается дешевле, надежнее, есть бренд узнаваемым, кто-то уже набил шишки, им нужно просто что-то заплатить за это, но это надежнее. Банки, как правило, легче финансируют франшизные проекты, чем какие-то другие, ну и, собственно... Вы когда, кстати, затевали бизнес, да, наверняка, это очевидно, требовались некие инвестиции, привлекали кредиты банков или другими путями каким-то? Знаешь, сначала мы искали сеть, в общем-то, мы остановились, в конце концов, на той территории фронти, так получилось, что я просто взял, полетел в Лос-Анджелес, показал им, насколько я хорошо знаю, бизнес. Я с этим действительно распирался, а потом, когда мы, в общем-то, мне на стол положили предложение их, я полетел искать деньги. По сути, наверное, так, но в основном первоначальные все инвестиции, достаточно тоже существенные были, это все мы сделали семьей. Ну, то есть, да, на свои средства. На свои средства, да. А потом уже, более-менее, да, когда встали на ноги, потребовалось расширение, да, уже обращение? Расширение, мы получили кредит в банке. В российском банке? Да, в российском, абсолютно в российском банке, коммерческом. Мы предложили им этот проект, они согласились, по-моему, им до сих пор нравится все, пока все идет. Слава Богу, пока все все нравится, это радует. Владимир, спасибо, и сейчас прервемся новости на Финам. Ну что ж, друзья мои, мы продолжаем наш эфир. Бизнес-класс на Финам. Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня в гостях Владимир Райх, управляющий партнер компании Tutti Fruity Frozen Yogurt. Или по-русски, да, как правильно я понял, это можно перевести или произнести как йогурт-мороженое. Йогурт-мороженое. Так мы перевели. Ну и правильно. Значит, мы обсуждаем с Владимиром сегодня замечательную, интересную тему, тему кафе быстрого обслуживания в России. И я напомню для вас, уважаемые слушатели, у вас есть возможность присоединиться к нашей беседе. Для этого есть телефон прямого эфира 6510996, код Москвы495, сайт компании Finam.fm. Звоните, пишите, задавайте свои вопросы Владимиру. Продолжим нашу беседу и еще раз я уточню, да, потому что мы об этом уже поговорили. Все-таки продукт, о котором идет речь, это продукт некий, ну если не революционный, то вновь он был для российского потребителя. Правильно я понимаю? Ну в основном да, были некоторые попытки этот продукт внедрить на рынок. Но опять же, это были... Не ваши попытки. Это не наши попытки, и были успешные, и были менее успешные. Но рынок все равно мы посчитали абсолютно открытым, и мы, конечно, были одни, мы одни из первых. Я на предмет, чего интересуюсь, потому что как бы два подхода обычно, да, если человек затевает бизнес, и сложно, наверное, ну или как вот ваше мнение по этому поводу, интересно узнать. Какой из них правильнее? Первый подход, когда я, значит, задумав что-то производить, тем более, да, ну или чем-то торговать, пытаюсь понять свою целевую аудиторию, кому это нужно, и вообще нужно ли кому-нибудь. А другой подход такой, мне это очень нравится, поэтому наверняка это тоже будет пользоваться спросом. Вот вы по какому пути пошли? По обоим. Когда оно должно нравиться самому, да, иначе это просто какие-то инвестиции, ну, но в большей мере, безусловно, надо было, надо изучать рынок, надо смотреть, насколько он примет данный продукт, и мы изучали его на протяжении месяцев, мы смотрели, как работают наши конкуренты, как этот продукт потенциально нравился, но мы, это был риск. И до того момента, как мы не открыли первое кафе, это было в декабре, прямо под праздники. Декабре какого года? Декабре 12-го года. Прошлого. Прошлого года. Мы не уверены были, что это пойдет, мы не уверены, что, ну, даже рынок не совсем в данном случае уместен, потому что рынок он глобальный, да, здесь конкретные кафе, это наши гости. Вот, что нашим гостям это понравится, но им очень понравилось, у нас многие из наших гостей провели у нас праздники, так же, как и мы, на самом деле, провели праздники в кафе. Все новогодние праздники, да, приходили, приходили. Прямо новогодняя ночь вы... Нет, ну, новогодняя ночь, конечно, нет, но новогодние праздники... Я вообще подумал, что вы масштабно так действовали, что, значит, устроили уже, да, и новогоднюю вечеринку. Ну, не совсем, конечно. А формат кафе, он напоминает, ну, опять, если мы о Советском Союзе сегодня вспоминали, некое кафе-мороженое, правильно я понимаю? Не совсем, мы совсем, я думаю, что это все-таки новый формат, мы, люди поворачивают голову, когда видят это кафе в первый раз. Поворачивают, идя по улице, да, или проезжая по улице? Ну, мы не на улице, мы внутри торговых центров находимся, поэтому люди, когда проходят, проходя мимо, они... А чего они видят там, что они поворачивают голову? Они видят загадочную... Они видят очень привлекательный бренд, загадочную стену с какими-то непонятными агрегатами. Первое, то, что они видят, они понимают, что... Агрегаты — это те самые механизмы, о которых вы говорили? Именно они, да, гости их не полностью видят, они видят только тот самый интерфейс, который им нужно видеть. Ну, это сознательностью сделано, да? Это такая замануха. Абсолютно сознательно. Конечно, это... Вот... Йогурт, он выходит из машины. А мороженое лежит на прилавке, если вот так вот сравнить. Мороженое разноцветное. А йогурт не видно. Поэтому само кафе должно быть сделано в таком виде, что оно само должно заманивать. То есть у нас, на самом деле, заманивает гостей кафе, нежели сам йогурт. А йогурт первый раз однозначно... То есть, другими словами, я, проходя, да, мимо вашего кафе, заинтересовался интерьером, захожу туда узнать, а что это такое, да? То есть я же не захожу, о, кафе мороженое, да? Помните, как в известном фильме «Я догоню». Я захожу именно узнать, а что, чем здесь продают? Здесь, причем, ответ-то может быть очень неожиданный, да? Это может быть и то, что в конечном итоге, а может быть, просто кофе попить. А может быть, это магазин прикладной техники какой-нибудь, да? Все что угодно. Ну, все-таки мы похожи на кафе. Надо сказать, столики в магазине прикладной техники не стоят. Но мы все-таки именно делаем фасад, барную стойку, мы делаем витрину привлекательной. И это то, от чего нас отличает, допустим, от обыкновенной кафе мороженого. Так, хорошо. Ну и возвращаемся. Мы заговорили, да, перед тем, как выйти на рынок, вы оценивали его емкость, ну, давайте уж такими экономическими терминами, да, будем пользоваться. Вы оценивали конкурентноспособность, да, вашу в будущем и вообще рынок с точки зрения конкурентов. Их действительно много, этих конкурентов, или нет? Пока нет, но мы уверены, что они придут, и они будут. А, кстати, почему вы в этом уверены? Потому что в России ничем они отличаются от других стран мира, по сути, в этом плане. Они есть везде. Вот, например, в Нью-Йорке только что был на прошлой неделе, и там вообще комичная ситуация. Там настолько популярен йогурт, что его продают просто с машин на углу. На одном перекрестке я видел две машины двух разных брендов, и они, видимо, с собой друг с другом конкурировали. Они встали друг с другом. На одном перекрестке, да, 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 да. Вот, но весь йогурт, он отличается, поэтому кому-то нравится одно, кому-то нравится другое. Кстати, опять сегодня мы вспоминаем советские времена, я вдруг вспомнил такую картину живописную, когда с машин продавали молоко, помните, в детстве такое было, по крайней мере, я-то точно помню это хорошо. В Москве я не помню, если честно. В Подмосковье я, в Подмосковье. Вспоминаю, будучи у бабушки. На даче, да, было дело. Здорово. Хорошо, хорошо. Значит, появление конкурентов вас не страшит, потому что, а, да, вы чувствуете себя уверенно, насколько я понимаю в этом бизнесе, и, б, все-таки надо говорить о том, что рынок Российской Федерации, этот его сегмент, по крайней мере, да, еще недостаточно освоен, еще много различных ниш, да, и в этих нишах найдут себе... Безусловно. Безусловно. А как, ну, давайте так, может быть, не в цифрах, а в принципе, да, вот перспективы, ближайшие перспективы развития этого рынка, как вы оцениваете? Что появится там, я не знаю, огромное количество участников рынка, которые будут делать разный йогурт? Я думаю, что на всех пешеходных улицах, популярных, кстати, пешеходов и студентов, туристов появится полкафе. В каждом приличном, достаточно большом торговом центре будет полкафе. Это не значит, что это будет кафе Тутифроте, но, конечно, хотелось бы, да, но это будет кафе йогурт-мороженого. Ну, и вот так, я думаю, что можно посчитать количество торговых центров, у нас есть некоторые цифры, мы, естественно, для бизнес-плана все это считали, но будьте уверены, они будут. Я вам обещаю, да, говорит Владимир? Да. Кстати, если вернуться опять к разговору о продукте, вот в чем его такая принципиальная, может быть, особенность, если сравнить его с тем, что уже доступно? Почему я, ну, я на себя сейчас это поверну, почему я захочу есть йогурт-мороженое, а не обычное мороженое, коего много, коего уже опробовано? Ну, понятно, что, да, я в какой-то момент попробую, наверное, и мне очень понравится до такой степени, что ни о чем другом я думать уже не смогу. Ну, а в принципе, да, вот для того, чтобы заевать этот рынок, какие должны быть, наверное... Преимущества, да. Преимущества. Ну, во-первых, это низкокалорийный обезжиренный продукт. То есть мы говорим уже с точки зрения здорового питания. Да, здорового питания. Потом там, это йогурт, соответственно, там есть все пробиотики, лактобактерии, положительные свойства, которые присущи йогурту. Ну, и это уникальный вкус. Ну, насколько он уникальный? Я вот сейчас попробую даже объяснить. На самом деле йогурт в таком виде, он появился в 70-х годах, в конце 70-х. Их и в Америке было большое количество таких кафе еще в 80-х годах. Они действительно были очень популярны. Но этот йогурт того времени, он ничем не отличался по вкусу от мороженого. Но если вы помните, в то время были популярны фильмы со Шварценеггером, со Сталлоне. И это были времена, когда все ходили в качалки даже здесь, в России. Да, да. Уже не говоря о том, что происходило на Западе. Но это время прошло к началу 90-х. К середине, к 90-м точно Шварценеггер уже мыслил о политике, о Сталлоне, о чем-то своем. И эта культура немножко отошла. И тогда стал вопрос, видимо, у каждого потребителя. Зачем же я буду есть йогурт, который несколько, может быть, даже более дорогой. Он также на вкус. Я съем мороженое. Сегодня йогурт, на самом деле только название йогурта сохранилось. Это сам по себе йогурт, но вкус его совершенно дорогой. Сегодня йогурт имеет, вот, о всем случае формула Тути-Фротти. Это кисломолочный продукт. У него есть потрясающая кислинка. И это самобытный продукт, если можно такое слово употребить. Он ни на что не похож. Он сам по себе, люди нравятся. И я уверен, что этот рынок просто заново создали, как абсолютно новый продукт, и он будет существовать. Вне зависимости от того, будет на него спрос, будет ли на него мода. Или даже не на него, а на здоровое питание. Хотя сейчас сложно себе представить, что когда-то мир вернется к поеданию чего-то совсем приятного. Но может произойти. Вполне может быть. Я понял, да? То есть вот эта самобытность, да? Здесь ключевой момент именно самобытность. Знаете, люди, когда подходят к нашему кафе, мы часто даем попробовать пробник. Точно так же, как мы когда-то увидели в Аризоне этот йогурт, мы точно так же людям предлагаем. У них меняется лицо, открываются глаза, какое-то такое удовольствие. А он вот такой легкий, воздушный, приятный. Я недавно совсем получил комментарий в Форсквей. А мы получили, там было что-то написано, что никогда не пробовал ничего такого вкусного. Невозможно пройти мимо. Здорово. Здорово. Кстати, если опять-таки продолжить сравнение вашего продукта со стандарт мороженым, наверное, корректно сравнивать с обычным мороженым? Ну, все-таки рынок это, наверное, тот же. Сегмент рынка, конечно. Ну, так вот, я хотел сказать о том, что мороженое в данном смысле, да, воспринимается, наверное, как вещь такая, ну, для удовольствия, да. Ну, понятно, что в определенное время года хочется чего-нибудь холодненького. Ну, и если не так уж и жарко, то все равно я пойду сладость какую, ну, вот для удовольствия, там, с детьми. А йогурт, в этом смысле, он как бы более стратегический продукт уже получается. Это не просто я получаю удовольствие, а плюс еще вот тоже, о чем мы говорили, да. Я, так сказать, остаюсь приверженщем здорового питания, да, я получаю огромное количество пользы для своего организма. Он может встать, ну, давайте так, в холодильнике на одну полку с другими кисломолочными продуктами, а не с мороженым, который лежит месяцами в морозилке? Ну, во-первых, я скажу, что его нельзя положить в холодильник, он растает. Его нельзя положить в морозилку, он замерзнет. Он где-то между, поэтому это должно... То есть это очень тонкий продукт, да. Это тонкий продукт, он должен выходить из машины, я скажу, сейчас минус 6,5 градусов, ни больше, ни меньше. То есть получается, что я его перенести не могу домой, да? Это сложно. Пока, по крайней мере. Ну, у нас есть сумочки, у нас есть лед, у нас есть стаканчики. То есть при необходимости это сделать можно? Это сделать можно, но недалеко. Я понял. Владимир, спасибо, у нас сейчас новости, потом продолжим. Итак, друзья, мы продолжаем эфир бизнес-класс на Финам-ФМ. Сегодня мы обсуждаем вкусную тему. Кафе быстрого обслуживания в России. Более того, конкретно мы говорим о йогурте мороженом. Ну, учитывая, все-таки пока еще, слава богу, да, хорошую, теплую, жаркую погоду в Москве. Упоминание подобного продукта тоже доставляет удовольствие. Только лишь упоминание продукта доставляет удовольствие. Я напомню, что сегодня в студии бизнес-класса Владимир Райх, управляющий партнер компании Тутти Фрутти Фрозен Йогурт, что, собственно, и есть йогурт-мороженое. Для вас, уважаемые слушатели, я напомню, телефон в студии 6510-99, 6, код Москвы 495, сайт компании finam.fm. Звоните, пишите, задавайте свои вопросы Владимиру, делитесь собственными наблюдениями. Кстати, следующий мой вопрос, Владимир, будет касаться пресловутого фастфуда, быстрого питания, буквально, если можно провести. Вот то, о чем мы говорим сегодня, относится к фастфуду? Ну, это, безусловно, быстро. Это, мало того, это фастфуд, с точки зрения Тутти Фрутти, это фастфуд самообслуживания. То есть у нас посетители берут стаканчики сами, и сами наполняют его йогуртом. Причем у нас в кафе от 8 до, на сегодняшний день, до 12 разных вкусов. Это все можно совершать в одном стаканчике, потом еще добавить фрукты, ягоды, все у нас свежее. И конфеты, тут уже фантазия, фантазию можно свою развивать. Но, безусловно, да, конечно, это фастфуд. Фастфуд, да? Ну, я просто, что хотел подчеркнуть, бытует, и, может быть, достаточно справедливо мнение, что фастфуд это всегда плохо. Ну, плохо, как минимум, для организма, для желудка, потому что все, что, да, продают в ресторанах быстрого обслуживания, плохо усваивается. Ну, и не совсем, может быть, здорово является. Мы-то говорили только что с вами, да, что йогурт, это как минимум, или прежде всего, это продукт здорового питания. Вот в этом смысле, да, есть, может быть, некое противоречие, и вы, я бы сказал, так гордо сказали бы, нет, ребят, мы, хоть и быстро мы вас, да, напитаем, Но это вещи разного масла. Ну, фастфуд не обязательно должен быть вредный. Вот я, например, в Нью-Йорке только что видел очень интересную идею, могу поделиться в прямом эфире. Вот по формату сабвея делают салаты. Делают их быстро. Огромное количество салатных листьев. Какие-то лежат... Все натуральное, естественно. Все, естественно, натуральное. Лежит, допустим, фета, лежат помидоры, все это нарезано. И быстро, очень быстро готовят салаты по желанию посетителей. За это можно положить мне вот это, положить мне фету, сделать мне греческий салат. Это делают быстро, прямо под заказ. Прямо перед людьми на прилавке. Это фастфуд. Это фастфуд, да. Фастфуд здоровый. Хотя, с другой стороны, а где это есть все? Там есть столики. Там столики, все то же самое. Или я с собой беру, иду на ходу, жую этот салат. Можно поднести в офис и съесть его перед компьютером. Что будет гораздо вкуснее, да? Да. Ну, может быть, с этой точки зрения стоит посетовать на то, что потребление пищи, да, собственно, сам процесс питания, он помимо каких-то вот, ну, очевидных вещей, да, здоровое это или не очень здоровое, вредное, он еще, может быть, мне так кажется, требует еще некого самосозерцания. Ну, как минимум, спокойствие на определенный период времени, чтобы сел, да, сосредоточился, подумал, тщательно пережевывайте пищу, как нам неоднократно раньше напоминали. Здесь нет противоречия? Ну, это, наверное, скорее культура потребления пищи. Я думаю, что если сходить в дорогой ресторан и быстро это все переживать, эффект будет тот же самый. Но при этом все-таки я бы хотел вернуться к фастфуду. Опять же, фастфуд не весь вредный, а есть здоровый, да, я бы даже не использовал в этом слове термин. Если отойти сейчас даже от тути-фрути, которая совершенно, это скорее импульсивная еда, да, ну, это вот приятно, это что-то хочется съесть, да, но есть, там, допустим, некоторые, я не буду называть названия, там, какие-то булочки, какие-то... Бутерброды. Даже нет, бутерброды, десерты. Мы все-таки десертное кафе. Если все это перебрать, ну, хочется десерт, ну, вот, ну, вот тогда есть выбор. Есть выбор более-менее, не более-менее, да, тоже не очень. Это в разумных объемах, как все должно потребляться в разумных объемах, это не то, что не вредно, это здорово. Вот, ну, а что касается самого фастфуда, здесь тоже очень надо быть осторожным. Вот, я бы не ел картошку. В общем, в апаре теории нигде. Потому что пережаренное масло, это канцерогены, это действительно то, что вредно. А все, ну, гамбургер, ну, что там такого страшного? Ну, полезного, но не полезного. Да, ну, там также есть помидоры, есть салат, есть какие-то, какие-никакие, но соленые огурцы. Хлеб. Ну, кажется, что там такого вредного. Но если съесть их большой, да, и быстро его переживать, наверное, ничего хорошего не будет. Я понял, да. То есть, опять, я бы сказал так, проблема неоднозначна, да, она не однобока, естественно, как и любую проблему надо рассматривать. Все надо потреблять в разумных количествах. Совершенно верно. Вернемся, тем не менее, к йогурту мороженому. И очевидно, да, что сейчас вы, значит, этот бизнес затеяли в Москве. Ну, что логично, наверное, да, потому что и сами вы здесь живете, и сами здесь вы работаете. Ну, и, наверное, я к чему веду. И, наверное, интерес к этому продукту, все-таки, да, в столичном городе может проснуться раньше, чем в городе региональном. Вот с этой точки зрения вы планируете расширяться и смотреть куда-то за МКАД? Мы уже это делаем. В ближайшее время мы рассчитываем открыть кафе на юге России. На юге России. На юге России. Если конкретно в Самаре. А почему выбор пал на Самару? Потому что там не мы выбрали, не понимая, да. Нам звонят с разных регионов и разные люди. Нам звонили из Дальнего Востока, с самого Крайнего Севера, из Подмосковья, из самых южных регионов России. Да, отовсюду звонят. Но в данном случае мы, просто люди оказались, наверное, более активные. Они хотели взять БК за рога и просто открыть. Они нас поставили в такую ситуацию, что, ну вот как-то купили нас с точки зрения решимости своей. Давайте делать, да. Потому что в наших планах не стояло так быстро начинать работать в регионах, работать по системе франшизы. Но мы приняли решение, поскольку... А вы имеете право, да, уже от своего имени, как бы, франчайзинг заскучать. Да, да, да. Мы приобрели вообще эту марку, этот бренд для России. То есть мы полные обладатели этих прав и можем работать с нашими партнерами по всей России. Ну, я так понимаю, что ваш выбор в отношении Самары был исключительным, да, результатом решимости ваших будущих партнеров. Да, ну, безусловно. То есть мы могли смотреться, мы, может быть, к чему-то были не готовы. Они также были готовы к тому, что мы не готовы. Ну, а с другой стороны, объективно оценивая рынок, тот, что за пределами, да, известных границ, рынок в регионах, ведь вы тоже можете, необходимо, наверное, это делать, да, прежде чем обращать внимание в тот или иной регион, думать о возможностях этого региона, о том, насколько это может быть интересно, с точки зрения бизнеса. Вот тот же Таллинн и Восток. Здесь важно, то, что это интересно, я не сомневаюсь. В любом регионе. Люди живут те же, да, вот, например, Тути-Фрути есть в Китае, нам звонили с Дальнего Востока, потому что они видят Тути-Фрути в Китае. Но здесь важны наши возможности, да, Дальний Восток, ну, вот сегодня это для нас далеко. Сегодня у нас нету достаточно инфраструктуры, чтобы это осилить. А Подмосковье? Запросто. Проще всего Подмосковье? Ну, проще всего, мы в Подмосковье уже есть, и мы есть в Красногорске, мы открываемся в Митино, насколько я помню. Ну, это Москва все же, да, но за МКАДом. Ну, это за МКАДом, да, но Красногорск, это не Москва. Это не Москва, они через дорогу, вот здесь Митино, а вот здесь Красногорск. Причем до Красногорска очень далеко, доехать из-за пробок, это, по-моему, легче доехать, по-моему, до Питера иногда. Ну, опять же, здесь... Ну, то есть проблема регионов, она, ее не существует, потому что, да, еще раз я повторю, то, что вы говорите, люди везде те же самые, люди везде, так сказать, да, с одинаковыми, примерно, потребностями, вкусами, да, и в любом регионе, в принципе, этот продукт мог быть востребован. Да, ну, вот еще, если сравнить, допустим, инфраструктурные моменты, вот Макдональдс здесь, как мы знаем, значит, с конца 80-х годов, я сам стоял в очереди в Макдональдс два часа. Тот же грех, я не хотел никому об этом говорить, но, видите, вот я слава поделюсь. Ну, на самом деле, это история, историю, которую я с удовольствием рассказывал в Америке, никто не мог понять, зачем я это делал. Я представляю, причем, их глаза, вот когда, да, да, у меня не было, ты сам, примера такого, чтобы я американским, американским товарищам в этом рассказал, но, конечно, думаю, что они вообще не могут понять, о чем речь. Да, не очень. Закусочную, да, в центре Москвы стояла очередь вот такой. Ну, мы стояли, на самом деле, в очереди Макдональдса, мы стояли в очередь в мир, наверное, на запад. Который только что приоткрыл дверь вот так. В виде Макдональдса он открыл дверь. Причем не самую очередь, да, да. Да, да, да. Вот, но они, у них гораздо сложнее инфраструктура. То есть открыть Макдональдс, это очень дорого, и, кроме того, Макдональдс должен иметь инфраструктуру по всей России, чтобы открываться по всей России. На самом деле, на Дальнем Востоке их нету, насколько я знаю. Именно по этой причине? По этой причине, то есть это очень сложный бизнес. Наш бизнес гораздо проще, и это одна из причин, почему мы вообще начали заниматься этим бизнесом. Мы поняли, что мы сможем его осилить. Да, это не сложно. Да, вот совсем недавно мы обсуждали с нашими американскими партнерами, что, как нам быть, например, со Средней Азией, и мы, насколько этот регион, в общем-то, не очень хорошо знаем, мы скептически относились. Средняя Азия — это бывший Советский Союз. И американцы нас удивили, что скоро Тути-Фротти открывается в Кабуле. Поэтому, ну что здесь сказать, наверное, нам нужно точно открываться в Ташкенте, и, видимо, не один Тути-Фротти. Да, да, наверняка. Ну, американцы молодцы, они в этом смысле, да, наверняка. С них можно брать пример, потому что они в самых таких неожиданных, ну, на ваш взгляд, да, самых неожиданных каких-то условиях, самых неожиданных ракурсов, тем не менее, принимают решения, вот, и идут вперед. Ну, я не знаю, что там свойственны только американцам, но вот конкретно в этом случае, да. То есть они, я знаю, что компания, которая принадлежит браку Тути-Фротти, они принимают достаточно решительные и правильные, главное, вопросы, с кем работать. Я понял. Хорошо. Владимир, смотрите, очень интересная тема, давайте мы ее обсудим более детально, несмотря на то, что у нас еще осталась минутка до следующих новостей, ну, я, по крайней мере, озвучу ее. Вы имели опыт для слушателей, я сейчас сообщаю, заниматься бизнесом и в Штатах, и теперь делаете это в России. Делаете это успешно, слава богу, но вам, как человеку опытному, вот в этом смысле слова, да, как имеющий подобный опыт и карты в руки, вы можете наверняка, ну, как минимум объективно сравнить возможности ведения бизнеса для малого-среднего предпринимателя там и здесь. Там и здесь. Ведь то, что, ну, если говорить непосредственно о вашем бизнесе опять, да, то, что, ну, технологически, вот есть аппараты, условно говоря, есть помещение, ну, понятно, что его надо арендовать, и это тоже иногда, да, не так просто все. Есть некая инфраструктура, вот. Предположим, что все это, ну, более-менее похоже как в Штатах, как так и в России, да. Тем не менее, возникают ли какие-то проблемы исключительно вот существования бизнеса там и здесь? Есть ли эти проблемы и в чем они, что самое главное? Вы знаете, наверное, мне сложно говорить конкретно об этом бизнесе, потому что никогда розницей в Америке я не занимался. Ну, я могу сказать, поскольку здесь проще. Здесь проще? Здесь, безусловно, проще. Если, во-первых, ну, пока нет никаких бюрократических проволочек. Скажу, что никаких барьеров никто нам никогда не ставил. Очень любопытно. И самое главное, здесь огромный рынок, которого нету там. Я понял. Сейчас еще раз новости на финальный фэм, потом продолжим. Ну, что ж, друзья мои, последняя часть эфира. К сожалению, последняя часть эфира. Разговор у нас интересный и хотелось бы еще многие вещи обсудить, но, тем не менее, 10 минуточек у нас осталось. Давайте их с пользой проведем. Я напомню, мы сегодня обсуждаем кафе быстрого обслуживания в России. Это тема нашего сегодняшнего бизнес-класса. И у меня в гостях Владимир Райх, управляющий партнер компании Tutti Frutti Frozen Yogurt, что по-русски звучит как йогурт-мороженое. Хорошая тема, на мой взгляд, да, Владимир? Давайте мы об этом поговорим. Хорошая тема следующая. Я хочу попросить Владимира сейчас объективно, как человека, обладающего необходимым опытом и знанием. Дело в том, что Владимир имел бизнес и в Штатах, и сейчас занимается бизнесом в России. Ну, действительно, не суть важна, да, чем конкретно. Так вот, вопрос такой, стратегический. Где сложнее, где легче, да? Какие отличия именно вот с точки зрения структуры ведения бизнеса? Ну, и на ваш взгляд, где лучше? Ну, лучше, наверное, все-таки, где лучше жить, где чувствуешь себя хорошо. Но с точки зрения самого ведения бизнеса, наверное, все-таки проще в России. Потому что самое важное — это возможности рынка, какие-то вопросы коммерческие. Здесь их гораздо больше. В Америке вообще открыть бизнес, найти нишу тяжело. Здесь еще гораздо, ну, просто много чего можно взять оттуда. Много чего здесь нет. Много чего нет, да, просто можно... Мы же тоже, на самом деле, сильно не напрягались в поиске. Мы просто вовремя увидели, поняли и принесли. Я знаю здесь целый ряд бизнесменов, которые именно так и поступили. И очень успешно себя чувствуют, очень успешно себя ведут в бизнес. Но их возможностей гораздо больше. Найти возможность в Америке потрясающе тяжело. Там, может быть, легко вести бизнес. Но и легко вести бизнес какой? Уже созданный. Открыть что-то свое, где? Где есть потоки? Если говорить о потоке людей, там все места заняты. Там более-менее происходит какой-то кризис. Здесь начинается какое-то обновление. Наверное, там вот в этот момент можно что-то найти. А так очень сложно. Если даже здесь есть какие-то бюрократические проволочки, какие-то коррупционные составляющие бизнеса, они легко компенсируются теми возможностями, которые есть. Я не говорю обо всем бизнесе. Есть там бизнес хай-тека, есть производство, да, с которым достаточно... Ну, мы пытаемся, да, так сказать. Да, мы говорим хорошо о ритейле, о рознице сегодня. Ну, вот по поводу бюрократических проволочек или коррупционных составляющих. Вы не столкнулись, я так понимаю, пока еще, да, с этими проблемами? В нашем бизнесе нет. Потрясающе. Я, на самом деле, к этому был готов. Мало того, в бизнес-плане была специальная статья. И пока эта статья, в общем-то, висит и обратится, надеюсь, когда-нибудь в прибыль. Да, да, дополнительный доход такой. Дополнительный доход, да. Ну что, это очень приятно, кстати, слушать, это очень приятно слушать. К сожалению, не так часто просто удается услышать от своего собеседника в эфире бизнес-класса вот такие позитивные вещи. Ну, дай бог, чтобы действительно, может быть, это... Во-первых, может быть, это действительно касается исключительно... Да, безусловно. ...вашего занятия, да. Может быть, в этом причина. Да, я занимался здесь торгового рода бизнесами, и далеко не везде так было. Так хорошо, да? Так же, да. Так спокойно, свободно, и не надо было этим заниматься. То есть в этом смысле тоже, да, вы чувствуете себя комфортно относительно того, что знаете, да, что вот когда я занимался чем-то другим, были много дополнительных проблем. Сейчас их, слава богу, нет. Конечно, конечно. И это здорово. Да, это не совсем приятно этим заниматься, это риски дополнительные, которые нельзя предугадать, потому что они нигде не прописаны, кому сколько чего нужно. Нет законов, есть желание, да, это значит дополнительные риски расхода. Я понял. Хорошо, давайте вернемся тогда к вашему бизнесу. Мы заговорили сегодня уже, да, говорили сегодня о том, что профессионалы, ну, как и, наверное, в любом деле, профессионалы нужны, профессионалы важны. В вашем случае, да, это тоже вопрос актуальный, вопрос открытый. Как вы подбираете свой персонал? Где вы вообще находите специалистов, да, такого уровня? Может быть, сами обучаете? Ну, специалистов у нас есть центральный офис, где есть специалисты. Центральный офис — это то, что в Америке? Нет, нет, нет. Центральный офис здесь, в Москве, где мы занимаемся... Ну, и вопросы к своим управлением, финансовым планированием, мы занимаемся маркетинговыми, решаем маркетинговые задачи. Ну, у нас есть ряд точек, сегодня их четыре, в скором будущем их будет существенно больше, и тогда нужен персонал. Но с этим, конечно, тяжело. В России пока еще не развита культура обслуживания. Мы хотим, естественно, чтобы наши ребята больше улыбались, больше были открыты к нашим гостям, более коммуникабельны, и этому надо учить. На самом деле, большинство ребят, которые у нас работают, они там 18-19-20 лет. Ну, по-моему, сейчас все 18-19-20 летние только и улыбаются. Вот они, может, работать не очень любят и умеют, но улыбаются-то они во все 32 зуба, нет? Ну, если они улыбаются, то только не на работе. На работе они, наоборот, делают вид, да, что вот так тяжело мне, такой я бедный, несчастный. Нет, ну, они на самом деле, ребят, стараются, каждый раз мы пытаемся с каждым общаться, пока, во всяком случае, это удается. По-моему, я пока всех знаю еще по имени, я надеюсь, что это будет так продолжаться, но чем больше мы растем, тем, конечно, тяжелее это будет, и это не должно быть так. Но каждому нужен свой подход, если мы хотим построить хорошую систему обслуживания, это, собственно, персонал, это самое важное, что есть в нашем бизнесе. Владимир, вот на ваш взгляд, вот эта проблема того, что, ну, молодые или не очень, ну, по-другому я так сформулирую, россияне мало улыбаются, на работе ли в ней ее ли, она, с чем связана эта проблема? Ну, во-первых, у нас есть эта проблема? Я не знаю, что есть, можно ли назвать это проблемой. Ну, наверное. Это культура. Проблема культуры, давайте так сказать. Я просто к тому, что, опять, если гипотетически представить, что вы таки нашли нишу в Америке и открыли тот же самый бизнес. Там наверняка такой... С этим проблем не будет. Вот, вот. А вот, а откуда она здесь-то? А мы еще не дошли просто до того момента, когда все улыбаются. Все улыбаются. Да, это, я не думаю, что в Америку приехали все с улыбкой на лице. Она как-то потом появилась. И эта культура, наверное, определенного комфорта, не знаю, это сложный вопрос. Это сложный вопрос, но тем не менее, смотрите, бытует мнение, опять я не настаиваю на его правдивости, но тем не менее, мнение такое, что даже улыбка в Америке, она фальшивая. Она напоказ, она для того, чтобы действительно вот какую-то задачу свою решить, ну, как правило, такую исключительно материальную. Даже пример, о котором мы сейчас говорим, вот пришел я в кафе в Америку, нам все улыбаются. Они зачем улыбаются? Они не потому, что они мне улыбаются, а потому что они хотят продать мне йогурт. Лучше я буду смотреть на улыбчивое лицо, чем нет. Плохого в этом ничего. Во-первых, в этом ничего нет плохого. Во-вторых, потрясающий сервис в Америке, который лучше, чем в Европе, однозначно, он, в частности, крутится вокруг вот этого отношения, этой улыбки. И во многом, как правило, очень часто она на самом деле настоящая. Искренняя все, да? Может быть, она не совсем искренне в Нью-Йорке, но Нью-Йорк не Америка. И вообще в Америке вас рады видеть, да? Они действительно рады, к ним пришел посетитель. Я сейчас это ощущаю на себе, когда ко мне приходят гости в кафе, да? И часто я нахожусь в том или ином кафе. Я рад. Я хочу улыбаться. Мало того, иногда эту улыбку приходится скрывать, потому что, ну... Подумают еще, смеется над нами, мы пришли. Ну, она как-то глуповато выглядит иногда. Нет, ну, опять-таки, можно вас понять. Вы улыбаетесь, потому что к вам пришли посетители. Вы их сидели и ждали. Ну, так и в Америке так же. Они рады. Мало того, ну, вот когда я помню первый опыт попадания в Америку, наверное, это вообще другая передача. Это мы, Аризона, на улице 45 градусов. Мы идем в свитерах, поскольку наш багаж потерялся, это там 90-й год. И по улице никто не ходит. А если кто-то и ходит в такую погоду, мало того, там нет тротуаров, если ходят, то люди будут улыбаться. Мало того, улыбнутся, спросят, как у нас дела, а мы не бе-не-ме. Но они улыбались, и мы на это все смотрели, конечно, диковато. Ну, и ощущение такое, да, что вот чувствуешь себя каким-то идиотом, да, еще люди навстречу ходят и смеются надо мной, хорошо еще пальцем не показывают. Нет, не такое ощущение? Ну, я уже не помню, какое там было ощущение, была жара 45 градусов, это я точно помню. Не до ощущений действительно в такую жару. И наш багаж потерялся. Так и не нашли его? Нашли. Слава вам. Ну что ж, Владимир, осталось немножко времени у нас. Давайте о неких перспективах ваших личных. Естественно, будете вы расширяться, это я уже понял. Может быть, вы диверсифицироваться будете. Сейчас с этим делом разберемся, с йогуртом мороженым. Конечно. И займемся чем-то еще. Есть такие мысли? Ну, есть какие-то личные цели, есть цели, которые связаны чисто с компанией. Компания, да, это свой собственный организм, который дышит без меня и должен дышать без меня. А дальше этому организму надо развиваться. Мне понравилась ваша фраза, да, вы говорили об управлении. Вот настоящий управленец, это тот, кто ничего не делает, но при этом все работает. То есть вот ничего не делание, это все-таки, да, вещь такая, я бы сказал. Ну, она относительная. Да, ну, относительная. Это вещь такая внешняя. Вот я со стороны смотрю на вас, да, и восхищаюсь. Вот он ничего не делает, целыми днями он ничего не делает. Как же он такой успешный-то? На самом деле не все так просто. Потому что за внешнее это ничего не делание. Есть огромная, я бы сказал, ежеминутная, да, ежечасная, кропотливая работа. Работа и приходится думать очень много. Смотреть за этим всем и думать. И корректировать действия своих коллег, сотрудников. У вас жесткая вертикаль, кстати, в вашей управлении? Нет. Вертикали, по идее, не может быть. Каждый должен принимать в своей зоне решение сам. Мало того, у нас существует система, или мы пытаемся ее строить. Не забывайте, мы все-таки молодые. Не надо ко мне бежать. То есть надо решать проблему самим собой, принимать решение. Даже если это решение неправильное, мне нравятся инициативы. Ну, там, банального. Я вижу, что не надо было здесь сделать отверстие. Но ведь сделал, взял на себя ответственность. И знаю, почему взял. Почему? Потому что он хотел это сделать сегодня. Потому что если мы сегодня не запустим какой-то агрегат... То есть он не мог просто с вами связаться и согласовать это отверстие, и решил взять... Ну, да, может быть, это было сложно. Я помню, вот какой-то такой момент был. Но я знаю, что если кофеварка не установится, он знал, что если кофеварка сегодня не поставится, значит, сегодня мы кофе не будем продавать. А я ему четко сказал, не заработанные деньги, это потерянные деньги. Это абсолютно нет. И, соответственно, он сделал этот дырк. Он сделал немножко не так. Ну, ладно. Но сам мне больше нравится инициатива. Хотя, я добавлю, что причиной того, что дырка оказалась не в том месте, был бы еще... Мог бы быть непрофессионалист. Просто это непрофессионал. Он не знает, где дырки сверлить или как сверлить. Ну, это не его зона ответственности была на тот момент. Мы просто могли подождать еще несколько дней, потеряли бы деньги. Ну, не страшно, дырку можно заделать, просверлить еще раз. Просверлить в другом месте, в конце концов, да, это не проблема. Я сказал бы, я за проявление инициативы, я бы не ругал. Лучше как-то это обойти. Ну, здесь надо быть очень осторожным. Потому что слишком много инициативы можешь привести тоже к коллапсу. Совершенно, потому что мне сразу же, я вот вас слушаю, и сразу же пришла другая известная идиома в голову, что инициатива наказуема, поэтому, ну, лучше эту дырку я просижу, подожду, когда... Ни в коем случае. Замечательно. Спасибо огромное, Владимир. Уважаемые слушатели, мы будем закругляться потихонечку, потому что время нашего эфира, к сожалению, подошло к концу. Спасибо вам. Я еще раз представлю моего гостя. Сегодня в студии бизнес-класса был Владимир Райх, управляющий партнер компании Tutti Frutti Frozen Yogurt, что в переводе означает йогурт-мороженое. Спасибо вам огромное, Владимир, за ваш интересный рассказ. Уважаемые слушатели, обратите внимание, йогурт-мороженое, это то, что в будущем будет иметь бешеную популярность. Спасибо за внимание. Всего хорошего успеха в бизнесе.